я приветствую зрителей канала сварка сервис в этом видео будет ремонт сварочного аппарата который с одной стороны хорошо знаком с другой стороны первый раз в сервисе вот необычным в этом видео совсем будет то что буду показывать ремонт начиная с разборки заканчивая сборкой а вот собственно дождался еще одна модификация аппарата профи арк 200 от компании рилон размер у нас получается средний между профи арк 200 нам о светах и профи арк 200 которые непонятно на каком заводе заказывали какой-то там совсем маленький был показывал я этот вариант у нас на и джи бити транзисторах пожалуйста вот так у нас значит потроха выглядит то есть количество транзисторов уменьшилось количество диодов уменьшилось трансформатор стал один меня очень часто спрашивают по поводу аппарата и швд 200 кто там еще термит вот по поводу них ничего не могу сказать уже сто раз всем говорил не знаю не видел а также часто спрашивают по поводу аппарата фубок ир 200 и фубок ир 180 по поводу фубока могу сказать кое-что ну говорил уже до этого что мне он категорически не нравится тут аппарат хотя их два раза в жизни видел сейчас покажу трансформатор видите вот трансформатор это аппарат на 200 ампер вот в нем трансформатор а вот вот трансформатор вот еще тоже вот вот видно да то есть вот размер 1 при том что но этот ближе тот подальше вот то есть примерно понимаете что у него размер вот этого в два раза меньше чем вот у того угадайте от чего вот это трансформатор от фубок ир 200 ну и что 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 почему я должен говорить что фубок ир 200 хороший вот трансформатор в раза больше по размеру. Я предпочту вот этот аппарат. В отличии, кстати, от Foxfield, что мы видим? Аккуратная сборка, платы все ровные, то есть Foxfield, напомню, в конце будет ссылка. Весь кривой, криво собранный. Видимо, пьяный китаец ночную смену собирал, света не было в тот момент. Больше тут сказать нечего. Все остальное тут стандартно, в принципе. Есть различные маленькие модификации тут, где у нас блок питания находится, какая плата управления. То есть это у нас на усилителе TL084, есть на усилителе K3140. Здесь как бы два варианта, без разницы какой. Соответственно, что у нас тут неисправно, сейчас покажу. При заказчике все это дело я продиагностировал. Видать было. Вот так вот. У нас диодный мост сгорел. Ну, замена будет обоих диодных мостов, естественно. Потому что, ну, где я возьму точно такой же, как китайцы ставят на заводе? Нигде. Вот. То есть одинаковые мосты должны стоять. Не сдюжил. Стоят они по-любому на 35 ампер, пока не видно. Ну, сниму, покажу. В общем-то. Сама по себе процедура простая, но с учетом перепайки этих проводов не 5 минут. Ну, 25 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА